С Александром Сатировичем Пантазановым я познакомился в декабре 1964 года и обязан знакомство с ним в своем консобольском прошлом. В молодежи 60-80-х годов выпала заливная доля принятия эстафетов отцов, матерей, старших братьев, принести ее так же достойно, как были проведены предыдущие все ударные консобольские стройки. Имеется ввиду комсомольск, аммуля, магнитва, ибрас, узбас, иблокси, днепрогресс, газобровок, мухара, урал, освоение царинных и заливных земель. В те небольшие десятилетия первый ряд социализных ударных стройок в стране, вводных подписью «Гиганда» уверенно вошел к уменьшению газовой комплекс. В октябре 1966 года газета «Тюменская правда» писала, от жарких степей Казахстана до свинцовых глубин Ледомитого океана, от Уральских хребтов и до берегов Енисея, развернулась великая стройка всесоюзная ударная консомольская номер один. Номер один ее назвали официально в Центральном комитете комсомолок. В ноябре 1964 года меня, в то время я работал в Уральском коме, пригласили в ЦК комсомолок, где предложил разговаривать бригаду из работников местных комкомов, комсомолок выехать в Тюмень, составил представление о Тюменской областной комсомольской организации в те годы и подготовил документы об объявлении Тюменской стройки, освоении нефтегазных месторождений ударной комсомольской. Вместе с секретарем областном комсомола, вы знаете, как вы, наверное, знаете, Володя Пуликов, мы все и написали письмо Центральный юморитет комсомола с просьбой о названии комплекса, развития комплекса нефтегазных месторождений в области всесоюзной ударной комсомольской стройки. Ну, потом, находясь в Москве, секретарем ЦК во всем Абдрахману Клевовичу Визирову, которого называли главным архитектором союзных ударных стройок, значит, обсудили все детали заданий, с которыми нас послали, значит, изучили документы и предложения Газпрома СССР, Госвестный комитет при Госплаве СССР, Тюменского обкома КПССР.